Вторая часть статьи ВК Клима Подковы «Обезьяний процесс 1925 года». Судебный процесс как прибыльное предприятие. Суд начался 10 июля. В городе царила атмосфера карнавала. Местные жители ютились по углам, сдавая свои комнаты постояльцам. В город с населением 1800 жителей приехали, 3000 желающих посмотреть на процесс. Единственный ресторан был вечно переполнен. И местная газета была забита объявлениями о недорогих домашних обедах. На улицах девушки продавали кукол обезьянок. Тот же члены антиэволюционной лиги продавали книги Брайана. По центральной улице водили шимпанзе и утверждали, что она будет давать показания в суде. Местный проповедник вещал со ступеней церкви, что если сторонники эволюции победят, это будет конец христианству. Владелец магазина готового платья по фамилии Дарвин переживал свой звездный час и не успевал пополнять ассортимент. По Дейтену маршировали колонны сторонников теории эволюции, а им навстречу ее противников. В аптеке Робинсона не утихали споры, и однажды хозяину, чтобы утихомирить спорщиков, даже пришлось полить воздух из револьвера. Правда, патроны были холостыми. Поскольку зал суда не мог вместить всех желающих, а организаторы были заинтересованы в максимальном количестве зрителей, действо было вынесено на улицу, под открытое небо. В зале суда были установлены микрофоны, и впервые процесс транслировался в прямом эфире по общенациональному радио. В пригороде построили импровизированный аэродром для самолета, чтобы кинооператор мог снять Дейтен с высоты птичьего полета. Дуэль Брайан-Де Роу Де Роу при первой же встрече в два счета расколол Скоупса. Все повисло на волоске. Если обвинение докажет, а оно докажет, если начнет копать, что Скоупс теорию эволюции не преподавал, дарвинистов ждет позорный конфуз. Тогда Де Роу, опираясь на пятую поправку Конституции, разрешавшей не свидетельствовать против себя, запретил Скоупсу вообще говорить на суде. Скоупс с облегчением вздохнул, с благодарностью посмотрел на Де Роу, снявшего с него тяжкий груз, и в течение всего процесса молчал как рыба. Две недели процесса вылились в яркую полемику между обвинителем и адвокатом. Де Роу переиграл противников чистую. Он заставил Брайана отвечать на каверзные вопросы, действительно ли тот верит, что Бог создал Землю за шесть дней, что Иона был проглочен китом и жил в его желудке три дня, что Иисус Новин остановил солнце и прочее, загоняя того в логическую ловушку. Брайан был верующий человек, но не настолько твердолобый, чтобы на все вопросы ответить «ну да, конечно». В конце концов, он был вынужден признать, что библейские тексты нельзя понимать буквально, а следует воспринимать как аллегории. Блистательный проигрыш. Однако победа вовсе не входила в планы Союза. Замысел был не оправдать Скобса, а отменить закон Баттлера, для чего в первой инстанции суд следовало проиграть, подать апелляцию в Верховный суд штата и проиграть, дотащить дело до Верховного суда США, а вот там выиграть. Поэтому был отобран состав присяжных из 12 набожных фермеров, неотягощенных образованием и регулярно посещающих церковь. К концу прений представители Союза были просто в восторге. Де Роу, как и было договорено, проигрывал процесс, но проигрывал его с блеском. Чтобы не испортить уже приготовленное блюдо нелепой случайностью, Де Роу отказался от финальной речи. Присяжный, как и предполагалось, сказали «виновен». Судья их поддержал. Есть ли эволюция, нет ли эволюции, но закон есть закон, и он был нарушен. Наложил на Скобса штраф в 100 долларов минимум и закрыл дело. Все были дико довольны. Американцы получили прекрасное развлечение на две недели. Дейтонцы неплохо подзаработали. Де Роу подтвердил свою славу блестящего адвоката. Союз удачно проиграл дело. Скобс на волне известности получил стипендию. Впоследствии завершил свое образование и стал успешным инженером-нефтяником. Огорчен был Брайан. По закону штата, если адвокат отказался от финальной речи, обвинение тоже не может ее произносить. А эту речь Брайан готовил две недели. Она должна была стать шедевром, но, можно сказать, Де Роу лишил его последней радости в жизни. Через пять дней после окончания процесса Брайан умер. Прокол на ровном месте Радостные представители Союза подали апелляцию в Верховный суд штата Тенниси и там ее приняли без восторга. Понятно, что мы ее отклоним, размышляли судьи, и они понесут дело в Верховный суд США. А там сидят северяне, безбожники и богохульники. Кто знает, какое они решение примут. И вот четыре суди делают потрясающий юридический кульбит. Во-первых, они признают, что суд был прав. Во-вторых, порывшись в законах, они находят основание отменить решение суда. По законам штата, судья имеет право налагать штраф не более 50 долларов свыше. Это компенсация присяжных. Наложив на скобса штраф в 100 долларов, судья превысил свои полномочия. Решение суда аннулируется, дело закрывается. Аут. Руководители Союза были в шоке. Они прекрасно понимали, что провести повторно такой шикарный процесс уже не получится. И приняли мудрое решение не испытывать судьбу. Их мнение о профессиональном уровне Дейтонского суди осталось неизвестным. Победный проигрыш. Несмотря на такой печальный финал, процесс, оставшийся в истории американского правосудия как обезьяний, оказался победой. Ни один штат больше не принимал законов, запрещавших преподавание теории эволюционизма в школах. Даже список штатов, где такие законопроекты подавались на обсуждение, закрылся на 15. Что же касается акта Баттлера, то он 42 года пролежал под сукном, пока в 1967 году не был благополучно отменен. А для Дейтона обезьяний процесс стал самым ярким эпизодом в его биографии. В здании суда жители устроили музей, которым они гордятся. И каждое лето в городе устраиваются привлекающие в город туристов инсценировки, воспроизводящие самые ключевые моменты знаменитого суда. Даже спустя 90 лет после завершения обезьяньевого процесса, дейтонцы продолжают на нем зарабатывать. Автор Клим Подкова. Журнал «Тайные загадки. Номер 16. За 2015 год». Это была вторая часть статьи ВК Клима Подковы «Обезьяний процесс 1925 года». Продолжение следует...